Юрий Аркадьевич Фабрика автор 16 книг и сотен публикаций об истории вооруженных сил Сибирского военного округа Казачьего войска. Он состоит в Союзе журналистов России и является академиком Международной славянской академии наук. Список заслуг Юрия Аркадьевича можно долго продолжать, но сегодня по нашей просьбе он вспоминает о своем первом статусе, о том времени, когда он был еще маленьким сыном солдата, который вернулся с войны. Я помню, как я, мама бросилась к нему на шею, знаете, у меня такое ощущение, что мама летела. Аркадий выдохнула она, а я в это время обхватил его невероятно худую коленку, эта нога в громадном сапоге, в этих пыльных сапогах, он у меня был выше двух метров ростом, и я обнял эту костлявую коленку, был невероятно счастливым человеком. Наверное, счастливее меня на свете не было в этот момент. Среди гостей второй школы много известных в области людей. Они популярны все больше, потому что их остается все меньше. Григорий Шехваргер сегодня рассказывает школьникам о белых пятнах войны. Белых, потому что многие страницы истории до сих пор неизвестны. Сам он был узником концлагеря на Украине. Вы можете себе представить, что такое дети, вы, те, которые еще ничего в жизни не сумели, за исключением школьных лет, ничего в жизни еще не видели, ничего в жизни не получили. Вот они попадают в застенки, где задача выжить. Только при личных встречах с участниками событий можно не сомневаться в том, что человек получает правдивые знания о событиях. Сегодня создано много фильмов, учебников и художественной литературы. Но если есть возможность увидеть и услышать самому, это всегда лучше, уверен Николай Шелегин. Это остается в памяти. Оно может быть внешне, где-то не ощущается, пока нет каких-то потрясений. Вот если, не дай бог, эти потрясения случатся, мы вернемся к исторической памяти. Вот сейчас война с памятниками идет, идет. Памятники можно уничтожить, осознание уничтожить крайне сложно, практически невозможно. Если им правильно заниматься, будет все хорошо. А если разменяться только на всякие разные игрушечки, то с нами можно будет поступить проще. На встречу приехали 9 лекторов областного совета ветеранов. Школьникам они рассказывали о личных впечатлениях, связанных с войной и победой. Был призван... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова